Всем привет! С вами мистер Бритва. И сегодня, как и обещал в предыдущем своем обзоре, более подробно расскажу о тех ништяках, которые благодаря Азизу попали в мою скромную коллекцию. Азиз, если ты смотришь это видео, я передаю тебе привет и большое спасибо за помощь в приобретении ништяков. Давайте вернемся к нашему мылу, более подробно рассмотрим, что из себя представляет. Это картонная упаковка, стандартная для стиков. Вес мыла 100 грамм. Указание, что это рефил, то есть это сменный запасной блок. Мыло для бритья. Табак это не компания, это лишь линейка в спектре различных косметических средств у компании, которая здесь отображена. Боюсь, что прочитаю коряво, поэтому даже не буду пытаться произнести наименование, которое мне не подвластно. По составу видим, что мыло содержит жир, а мыленый животного происхождения содержит различные компоненты. Упаковка стандартная, обычная, по сроку годности информации нет. Указано, что максимальный срок гарантированной эффективности 36 месяцев с момента начала пользования. Под моментом сначала пользования мы понимаем не тот момент, когда мы с вами открыли мыло, ознакомились с ароматом, а тот момент, когда влажным помазком коснулись самого мыла. Такая вот упаковочка, застрять на ней внимания мы с вами не будем. Мыло, повторюсь, представляет из себя рефил, то есть это сменная часть. Почему сменная часть? У компании Табак, помимо такого вот стика, есть еще стик, который представляет собой мыло для бритья в форме мыльной палочки. И сверху есть такой специальный чехол из очень твердого пластика, при помощи которого можно это мыло перевозить. Так вот, рефил, то есть это запасной стик под пластиковый такой бокс. То есть получается, что у компании есть 4 разновидности мыла. Первое мыло в керамической чаше, масса 125 грамм мыла в чаше, ну и сама керамическая чаша весит полкилограмма. Далее есть специальная шайба мыла, запасная, она необходима для того, чтобы мылом укомплектовать чашу, когда она освободится. Есть мыло в форме стика, в пластиковом контейнере для хранения транспортировки. И выпускается такого плана мыла, то есть как запаска под стик. То есть стик и мыло в чаше, плюс запаска шайба и вот стик такого плана. Завернут стик в золотистую фольгу. Здесь вот есть специальная такая вот пластиковая пробка, то есть благодаря нажатию которой вы выдавливаете стик из пластикового футляра. Здесь указывается более подробный производитель, указывается масса мыла и то, что само мыло сделано непосредственно в Германии. Планирую я данным мылом пользоваться как обычным мылом, то есть стик массой 100 грамм. Я со временем переложу, вот у меня есть такая баночка. Баночка удобная по размеру, прекрасная, то есть для работы по мазкам очень-очень удобная. Здесь ничего не цепляется, то есть края ровные, поэтому хорошенько, ровно сделаю прессовку данного мыла. Крышка из очень твердого пластика, сама по себе баночка, а сюда уже придумаю как сделать этикетку. То есть либо с коробкой придется помудрить что-то вырезать и сюда наклеить, либо распечатаю, так как в интернете бывает различная информация по поводу производителей и бывают наклейки на каждый из мыл. Ну если не на все, то на большинство из них. Итак, стик видим, что по сравнению с диаметром того же Палмолива получился довольно-таки крупный. Ну и сам Палмолив 50 грамм, здесь повторюсь 100 грамм твердого мыла для бритья. Давайте его вскроем. Выбираем этикетку. Наклеечка, больше не потребуется. Сам стик. Запах, я вам скажу, очень-очень мощный. Аромат мне очень нравится данного мыла. До сегодняшнего дня, до сегодняшнего обзора мне приходилось таким мылом пользоваться. Аромат, я вам скажу, очень мощный. Здесь преобладает бергамот, ноты ванили. Ничего, кстати, табачного у аромата табак нету. Аромат винтажный, олдскульный, очень напоминает мне аромат парикмахерской. То есть, аромат не сладкий, не унисекс, а чисто мужской. Что-то со времен тройного одеколона в нем есть, что-то со времен шипра советских парикмахерских в нем точно есть. Здесь смесь бергамота, смесь такого старого парфюма. Где-то мелькает ваниль. Есть что-то на подобии ветивера. То есть, очень сложный аромат. По данному мылу много обзоров, и из обзоров становится ясно, что аромат либо очень и очень нравится, либо аромат очень и очень не нравится. То есть, нет такого, кого этот аромат оставил бы равнодушным. То есть, он либо крайне мощный и очень не нравится, либо он крайне приятный. И люди оставляют себе и начинают этим мылом пользоваться. Данный аромат оригинальный, винтажный, олдскульный. С 1955 года компания данный аромат производит. Итак, от слов приступим к делу. Имитация будет, поскольку это стик. Имитация будет работа стиком на лице. Предварительно. Руку я свою смачиваю. Чтобы обеспечить должное скольжение мылу. Смачиваем руку. Берем сам стик. Немного его смочим. И начинаем делать такого рода различные движения. Здесь уже без разницы. То есть, либо круговые, либо продольно-поперечные, диагональные. Кому как нравится. Некоторые начинают в момент пользования стиком против роста щетины. Вот таким вот образом работать стиком. Чтобы мыло смогло против роста щетины. Чтобы оно застревало между щетинок. И, соответственно, позволяло хорошо. Вот верхний этот слой, жесткую щетину. Хорошо, чтобы по лицу распределилось мыло. Я работаю различными движениями на своем лице. Еще немножко смочим его. Что мне нравится у этого мыла. Это то, что по сравнению с мылом от Palma Leaf. Здесь очень большая у него плоскость. Не плоскость, а площадь. То есть, очень большая площадь. И, возможно, сделать забор мыла сразу с поверхности. При помощи помазка. То есть, наклонить стик на чашу. И начать с самого мыла собирать пену. Площадь, поверхность позволяет это сделать без каких-либо проблем. Ну, в принципе, достаточно. Отжимаю свой спокор. Спокор это Кабани. Помазок. Работаю я им исключительно на лице. За 6 лет, сколько он со мной. Мне кажется, я так к нему привык, что данный помазок уже является не аксессуаром, а продолжением моей руки. Настолько он уже в руку ко мне прекрасно, замечательно лег. Что мы видим? Мыло начинает сразу вспениваться. Пена сразу получается довольно-таки плотной по своей консистенции. Аромат раскрывается. Аромат повторяет мыло сухое. То есть, аромат в пене идентичен аромату с мыла. Не искажается никоим образом данный аромат после взаимодействия мыла с водой. Никоим образом данный аромат ни в лучшую, ни в худшую сторону не меняется. То есть, аромат считаю, что у данного мыла очень справедлив. Так как, что услышали в сухом мыле, то получили уже во влажной, готовой к бритью пене. Очень честно, на мой взгляд. Бывает такое, что аромат из банки мыла замечательный. В пене он либо еле уловимый, либо совершенно другой. Такое часто бывает, особенно у американских производителей мыла. Они любят добавлять различные масла, различные отдушки, которые при взаимодействии непосредственно с водой и с кожей на лице совершенно превращаются в другой аромат. Здесь же немцы делают все честно. Сама компания, которая производит мыло, работает с 1789 года, если мне не изменяет память. Официально стала существовать как компания, как парфюмерный дом с 1845 года. И с тех пор различные парфюмы, различные туалетные мыло изготавливают. Конкретно табак формула была изобретена в 1955. В 1955 официально зарегистрирована под торговой маркой в 1959 году. Смотрите, что здесь происходит. Поводил я мылом по своей руке довольно-таки недолго. Воды я с тех пор вообще не добавлял. Смотрите, просто сметана. Пару капель воды я добавлю. Самому интересно, что получится. Ну и вам хочу показать, на что же это мыло все-таки способно. Очень плотная пена, густая, скольжение на уровне. Аромат, повторю, здесь очень сугубо индивидуально. То есть те люди, кто имел возможность послушать старые винтажные ароматы у мыла для бритья, либо у лосьонов. Яркий пример аромата винтажного это флоид. Различные немецкие лосьоны, типа кернской воды. Тоже очень такой мужественный винтажный аромат. Ну и все шипровые ароматы. Древесные, мускусные. Относятся непосредственно к таким ароматам винтажным. Поэтому кому-то нравится такого плана аромата, на попробовать можете взять. Ни в коем случае не реклама, никого не склоняю ни к чему, не принуждаю. Вот что у нас осталось по мазке. Взбивал я недолго. Обращаю ваше внимание на то, что здесь сейчас у меня на руке происходит. Смотрите. Никаких крупных пузырей. Консистенция однородная. Плотная, густая пена. На вид, смотрите сами, то есть нет никаких различных вкраплений. Нет ничего, что меня смутило бы. То есть можно спокойно начать процедуру бритья, не опасаясь за то, что пена высохнет, либо что она у вас просто не получится. Мыло в предварительном замачивании не нуждается. То есть замачивать его перед процедурой бритья на несколько минут, в принципе, не потребуется. Вообще, читал очень много информации на зарубежных форумах, что все мыло, которое они пробуют, ну, различные энтузиасты влажного бритья, они сравнивают там в 90% случаях именно с табаком. У нас в стране, к сожалению, табак не стал настолько популярным, но в Европе очень часто на различных итальянских, испанских, португальских сайтах люди берут за эталон именно мыло табак. Пена густая, очень скользкая, слизкая. То есть, думаю, что со скольжением никаких проблем не должно возникнуть. Очень актуально это, когда человек пользуется опасной бритвой. То есть, там скольжение должно быть очень хорошее. Здесь скольжение на уровне, то есть, очень и очень скользкая такая пленка образуется. Вот, что из себя представляет данное мыло. Со временем я его утрамбую в ту чашу, которую вам показал, и буду его использовать. Насколько я знаю, расходы у этого мыла мизерные. То есть, люди по полгода 100 грамм мыла используют в режиме ежедневного бритья. И не могут его за это время израсходовать. Если отталкиваться от его цены, это 3 целых евро и еще 80 евро центов. Но если округлим 4 евро. По текущему курсу, это 260 рублей за 100 грамм мыла. Если есть возможность его купить в Германии, на попробовать, я бы рекомендовал взять. Но с осторожностью тем людям, кто не очень хорошо переносит винтажные ароматы категории шипровых, древесных, мускусных. С вами был мистер Бритва. Надеюсь, данный обзор кому-то был полезен. Пишите в комментариях ваши мысли по поводу данного мыла. Пишите комментарии, если был опыт с табаком по части. Понравился, не понравился. Что понравилось, что не понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.